Безмолвные свидетели. 31 октября 2019 года. Четверг. Канун Дня Всех Святых. Примечание. Силос. Емкость цилиндрической формы для хранения зерна и других сыпучих материалов. Здесь и далее примечание переводчика. Вот седан переваливает через ржавые рельсы и ползет дальше по ухабистой дороге, тянущейся параллельно берегу. Наконец машина останавливается в глубокой тени под мостом, который проходит над заливом, соединяя Ванкувер с северным берегом. Фары гаснут. В темноте сквозь туман мерцают далекие городские огни. В Мерседесе сидят двое. В уютном и теплом, отделанном натуральной кожей салоне они чувствуют себя очень уютно. По мосту над их головами потоком мчатся автомобили, но до них доносятся лишь приглушенный гул и ритмичный лязг конструкций, когда очередная машина проезжает по металлическим стыкам. Мужчине и женщине в Мерседесе некогда любоваться тем, как кружится у старого причала черная, как чернила, приливная волна. Они здесь для другого. Их желание почти достигло своего пика. Эта маленькая игра началась утром, во время делового завтрака, когда ее затянутая в чулок нога легко коснулась под столом его лодыжки. Обсуждение юридических вопросов с представителями городского управления шло своим чередом, но желание уже вспыхнуло жарким пламенем, и его не смогли остудить, не последовавший за этим разговор о подробностях судебного иска на высшем уровне. Неофициальный обед? Быстрый поцелуй в мужской уборной лишь подлил масло в костер похоти. И он, и она знали, чем все закончится. Быстрое, яростное соитие в машине, припаркованной в каком-нибудь безлюдном местечке. Дело даже не в сексе, а в предвкушении. Вот их главный наркотик. Риск. Опасность разоблачения добавляет остроты ощущениям. Ведь они оба семейные люди, и к тому же занимают в городе весьма высокое положение. Он член законодательной ассамблеи, она один из известнейших в городе адвокатов. Кроме того, у обоих есть дети. Они всегда выбирают подобные места. Индустриальные руины. Сырые, покинутые, безлюдные, исчерченные граффити, заваленные мусором, внушающие отвращение и в то же время обладающие своеобразной болезненной привлекательностью. Это было их пунктиком. Незаконная любовь на фоне убогих декораций городской скверны. Контраст собственного богатства, известности, образования и возможностей с одной стороны и разрушающихся построек с другой добавляли остроты их связи. Встречи в подобной обстановке делали их интрижку похожей на фильм в стиле нуар, придавая плотскому наслаждению нечто почти изысканное. Женщина сбрасывает туфли от Сен-Лоран, рывком распускает узел красного галстука мужчины, нащупывает молнию на его брюках. Он торопливо расстегивает перламутровые пуговки на ее блузке, задирает юбку, нетерпеливо рвет дорогие колготки. Перебравшись через торпеду, женщина садится на него верхом. И он, закрыв глаза, негромко стонет от наслаждения. Внезапно она застывает. В тумане вспыхивают автомобильные фары, две пары автомобильных фар. Они приближаются, их лучи пробивают в тумане длинные тоннели. Два автомобиля один за другим едут к заброшенным силосам, поворачивают, движутся к железнодорожной колее. — Там кто-то, — говорит женщина шепотом. Мужчина не слышит. Его глаза по-прежнему закрыты, он стонет и выгибается на сиденье, пытаясь заставить ее двигаться в одном ритме с ним. Но женщина хватает партнера за руку и сжимает, призывая его замереть. Ее сердце бешенно стучит. — Две машины, — снова шепчет она. — Они едут сюда. Мужчина открывает глаза, поворачивает голову к окну и резко выпрямляется на сиденье. Тыльной стороной ладони он протирает запотевшее стекло. Молча, почти не шевелясь, оба следят в окно пассажирской дверцы за тем, как фары неизвестных машин пересекают рельсы и медленно движутся вдоль кромки причала. — Черт, — произносит мужчина негромко, — это частный участок, предназначенный под реконструкцию. Здесь не должно быть посторонних, особенно в этот час. — Наверное, это подростки, — празднуют Хэллоуин, — шепчет женщина. Или наркотики кто-то покупает. Машины подъезжают ближе. Передний автомобиль меньше, чем тот, который движется следом, но туман, дождь и темнота мешают как следует рассмотреть их цвет и марку. Кроме того, обе машины подсвечены призрачным сиянием города на другой стороне залива, поэтому мужчине и женщине в Мерседесе они кажутся размытыми темными силуэтами. — Впрочем, меньший автомобиль, хэтчбэк, может быть желтым или бежевым, — думает женщина. Вторая машина — серый или темно-синий седан. На повороте дороги свет фар обоих автомобилей падает на волнующуюся черную воду, и та блестит, словно жидкий металл. — Они едут прямо сюда, — говорит женщина. — Нам некуда деваться, отсюда нет другого выезда, — отвечает мужчина. — Может, они нас не заметят? — Неизвестные автомобили уже совсем рядом. — Что за черт? Женщина быстро пересаживается обратно на водительское сиденье, подтягивает повыше порванные колготки и пытается найти и надеть туфли. Мужчина застегивает молнию на брюках. — Погоди, кажется, они остановились, — говорит мужчина, и оба снова замирают неподвижно. Дверца хэтчбека со стороны водителя открывается, и из салона появляется высокая фигура. На дверцу нанесен какой-то логотип. Тем временем из седана выбирается второй человек. Он полнее и ниже ростом. Их плащи блестят от дождя, лица скрыты капюшонами, фары они не гасят. Моторы обеих машин продолжают работать, и выхлопные газы стелются над землей белесым облаком. Туман густеет, закручивается вокруг двух фигур, которые открывают заднюю дверцу седана и вытаскивают из салона что-то громоздкое, похожее на свернутый в трубку ковер. Ковер падает на землю, и становится ясно, что весит он порядочно. — Что они делают? — шепотом спрашивает женщина. — В ковре что-то есть, — отвечает мужчина. — Что-то тяжелое. Оба думают об одном и том же. Но ни он, ни она не осмеливаются высказать свои мысли вслух. Тем временем неизвестные волоком тащат свою ношу к краю заброшенного причала.